хорошо мы с вами вроде таблицу умножения добра деле вы таблицу умножения поняли еще раз объяснить кстати рекорд версии значит видео что я скинул вроде экзоту он должен вставить youtube так вы поняли самое главное как таблицу умножения делать тогда сегодня чуть-чуть покрасивее сделать вам экран мой виден если хорошо туда мы должны сделать типа вот так вот такую таблицу умножения все типа вот так и сделаем таблицу умножения покрасивее так от 2 до 9 но мы наверное сделал от нуля от нуля до 9 и до 8 посмотрим так и все как это сделать я быстро объясняю если непонятно то сразу пишите или скажите мне просто не читаю там плохо видно чат из-за этого лучше говорить сразу основе останавливать и говорить где непонятно сразу смотрю так как начать так 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 Продолжение следует... 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 все получилось так теперь где непонятно задание поняли нет он должен сперва у меня спросить цифры вот это тройку спасибо потом если трубы нажал то он сперва он делить 111 потом 19 на 2 и потом 3 я начал тройку сперва он должен быть 1 1 1 1 1 1 1 1 2 плюс 1 и из 4 то есть 4 то один 1 1 1 3 плюс 1 2 4 и И так любое число можно сделать. Если я нажал тройку, то ответ у меня 1.83. Как это работает? Я вам покажу быстро. Блокнот. Как это работает? Например, у нас n... Скажите любое число. n чему равен? 5. 5, хорошо, 5. Так, вот здесь вместо суммы 1 можно писать все, что угодно. Это у нас как каунтер. Это пустой мешок, куда мы складываем наш степень. Так, сам 1 в начале у нас равняется 0. Так, i у нас равняется... Он считает от 1 до 5. 6 здесь вообще-то, но он шестерка не читает, а читает только пятерку. Если мы отнявку берем, он будет считать до 4. Так, i у нас равняется 1 сфера. Потом, вот смотрите, это у нас пятерка. Сумма 1, 0. i у нас берет первое число сфера. Теперь, я же говорил вам, что если работает for, он никогда не отпустит. Если он свое дело сделает, потом отпустит. А так нет. Так, for i in range. Он берет i равняется у нас 1 сфера. Все. Он взял свое. Он не отпустит, пока не сделает свою работу. Теперь, сумма 1 у нас... Он... Программа читает справа налево. Он программа читает вот так. Не вот так, а вот так читает. Понятно? Так, у нас... Так, у нас... Сумма 1 у нас равняется 0. 1 разделить на i. i у нас равняется 1. Так, если я сюда бы написал 0, вот здесь 0 написал, то вышел бы R, потому что... Знаете, что... Знаете, Что, что? Если бы я написал сюда 0, вышел бы error. Почему? Вот здесь 0 написал. Потому что... Я вот это... Сумма 1 не поняла. Сумма 1 не поняла. Так, Не сумма. Сразу не понимаете, сразу говорите серьезно. Я не учитель, просто так. Друг. Так. Можно вместо сумма 1 все, чтобы... Баду. Баду. Все. Так. Так, меняю наш контент. Не сумма 1, а... Баду. n у нас равняется 5. Баду равно 0. Вначале. Теперь я захожу в y. i у нас берет первое число. Однерку. Баду это пустой мешок, куда мы складываем наши... цифры. Понял? Так. Тебе понятно или нет? Что будет, если бы... Я вот с вами вместо дерган напишу 0. Выведет error. Почему? Как вы думаете? Потому что она 0 делить не лит. Да. Правильно. Так, смотрите. Программа считается справа налево. Вот так. Так. Сперва он 1 делить на 1. Это у нас будет 1. Правильно? А Баду у нас равняется 0. 0 плюс 1. Значит, Баду у нас равняется 1. Теперь он сделал свое дело. Теперь он возвращается опять сюда. Вот так. Теперь А берет вторую цифру. Тебе у нас равняется 2. Теперь у нас... Опять сюда заходит. Справа начинать читать. 1 делить на 2. Это у нас 1, 2. 2 плюс 1. Это у нас 3 вторых. 0,5 будет. Да. 0,5. 1, 2 плюс 1. Полтора. Правильно? Правильно же? 2, 1, 2. Полтора. Вот. 1 плюс 0,5. Это полтора. Нет? Теперь 1 делить на 2. Это 0,5. Баду у нас вначале было вот 1. Нет, вот. Теперь у нас 1. Теперь 1 плюс 0,5. Это у нас равняется полтора. Так. Мы это сделали. Теперь А его... Опять возвращать сюда. А теперь у нас равняется... Сколько? 3. Тройки. Правильно. Теперь опять заходит сюда. Теперь Баду у нас равняется... Так. 1 разделить на 3. 1 разделить на 3. 0,3 плюс 0,5. Так. Это примерно 1.83. 1.83. 1.83. 8.3. Так. Теперь он опять сюда возвращается. Теперь I у нас равняется 4. Опять сюда заходит. Теперь Баду у нас... Если непонятно, то сразу говорите серьезно. Теперь он опять сюда заходит. 1 разделить на 4. Это у нас будет 0,25. 0,25 плюс... 0,25 плюс... 1.83. 0,25... 0,25... Это у нас 2.08. 2.08. 3.13. 7.3. 3.3. Так. Это мы сделаем. Теперь у нас I равняется на скотке. Он опять сюда возвращается. И теперь чему равняется I? Тогда I равняется 5. Так. Так, Абаду у нас равняется с, так, ага, это было, так, 1 разделить на 5, это у нас будет 0.2, плюс 0.2. Здравствуйте. Привет. Кто это? Так, вы были на моих уроках раньше? Алло. Алло, здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно, слышно. Меня слышно? Алло, слышно меня? Нет, слышно. Так, вас как зовут? Алло. Ой, иди мне. У вас спрашивайте. Нет, вот у новенького. Хаю. Так, хорошо, давайте продолжим. Так, у нас теперь Баду равняет 2.28. Я это примерно считаю, но это не точно. Теперь, что будет, если он своё Баду равняет 2.28, он опять сюда возвращается, он берёт, а я равняет 6. Зарина? 6. Он берёт? Нет. Почему? Потому что у нас n равняет 5. Да. Всё, он своё дело сделал. И у нас вот это заканчивается, x. Теперь он должен вывести нам сумму 1. Не сумму 1, а Баду. Всё, давайте попробуем. Так, и вот, видите, я вам показал, как это работает. Вот. Видите, вот наш ответ. Вот так работает у нас Python. Так, мы это задание сделали. Теперь мы это, наверное, сами сделали. Так, для этого мы должны, для этого мы должны с вами пройти лист. Перед этим мы проходили с BigZot-ом лист, array. Ну, вот такие, например, A равняется 1, A равняется 1, 2, 3, вот такие проходили. Видели? Нет? Нет, я объясню, я объясню, серьёзно. Если не видели, я объясню. Пока не объясню. Хорошо, давайте я вам объясню. Так, array – это одна из самых важных тем, я думаю, как больше всего на экзаменах обладает удовольствием. Так, array. Что это у нас array? Например, Badoo равно… Как вы понимаете, вместо Badoo можете писать всё, что угодно. А, вот, c, всё, всё, и я… Мне удобно Badoo. Badoo равняется, например, цифры 5, 4, 32, минус 2, минус 3, 54 и так далее. Может, бесконечно вот, array открывается вот так. Вот такими скобочками. Так, всё. Если я нажму for i in Badoo, а не in range, а in Badoo, это значит, он будет считать цифры вот здесь, вот отсюда. Сперва i будет равняться пятёрке, потом i равняться будет четёрке, потом 32, минус 3 и 54. Print i. Теперь я вам покажу, как это поработает, эта программа. Так, Badoo у нас равняется 5, 4, 32, минус 3, 54. Так, сперва мы вот это написали. Теперь я, вот, for для себя взял задание, теперь он не отпустит. Теперь i у нас равняется, в первую очередь он берёт цифру минус 5. i у нас равняется минус 5. Минус 5. Теперь я... Минус 5? 5. То есть 5. Так, 5. Он берёт цифру 5, i равняется 5. Теперь он сюда заходит. Я ему приказываю, чтобы он выведел мне пятёрку, мне выведел i на экране. Так, давайте я лучше буду здесь писать output. Output это как? Вывод. Так, всё, он написал мне пятёрку, нажимает enter. Теперь i у нас опять за... For, вы же знаете функцию for, правильно? Как это? For in range. Точно так же работает. Опять сюда возвращается. Теперь i равняется 4. Я ему приказываю, чтобы он мне вывез. Вывод мне показал. 4. Теперь и так далее. Возвращаю кучу, кучу. И так, когда i равняется 54, он 54 вводит. Так, опять же сзади сюда. И всё, больше цифры там нет. Всё, он останавливается. Так, давайте run. Видите? 5, 4, 32, минус 3, 54. Есть два способа для for. Это for in range и for in array. Это у нас второй способ. Первый способ это for in range. У кого-то шумит. Это у меня что? Вам слышен шум? Нет. Шум? Если бы написали in range, то то же самое вышло бы? Нет. For in range это определенный интервал. Определенный интервал. For in range от 1 до 4, то он не будет читать Bado. Bado он просто пропустит. Видишь? А видите, 1, 2, 3. Четвёрка не воспринимает. Так. У кого-то очень шумит. Оказывается, у многих он шумит. Так. Понятно? Вам не видел, сколько у нас осталось времени? Я не вижу просто. Нигде не говорит? Нет, да? Хорошо. Так, всё. Понятно? For in, если я напишу Bado, то у меня выйдет ответ 5, 4, 32, минус 3, 54. Понятно это? Так. Есть ещё. К нему есть функция типа. Если я напишу сюда. Вы записываете или как? А, здесь вот. Я не записываю. Хорошо. Так, сегодня секундочку. Азиз, привет. Азиз. Азиз. Так. Чего-то с микрофоном. Так, хорошо. Вы знаете, и я без микрофона сегодня. Хорошо. Так, вы знаете листс, рэй? Есть? Нет, это Азиза. Да, знаю. Так, я это быстро повторю. Так, вот у нас какой-то лист. Так, если мы напишем, если мы напишем сюда Bado, можете ручку лучше взять, Азарина. Так, ручку, листочка какой-то. Если я напишу Bado.append.append, например, 5, то он добавит, не 5 лучше, а, например, 8. Да, 8. Да, аппенд, это значит, в конец он добавляет какое-то число. Так, если напишу, вот, run нажму, а, я не сказал так, print Badoo. Так, видите, 5, 4, 32, минус 3, 54 и 8, добавил 8. Значит, append, это он добавляет какую-то цифру в конец. Так, еще у нас есть, я не помню, но была еще функция reverse. Reverse, это переводится с английского как разворот, типа поворот на 180 градусов. Так, короче, поворот полностью должен повернуться. Так, вот, если напишу run, видите, он поменял 54, 54, 5, минус 3, 32, 4, 5. Он просто повернишь. Так, еще у нас есть, что у нас еще есть? Так, clear, 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 это у нас просто все очищает, там ничего не будет. Видите, пустой. Вы записываете, Арина? Хорошо, я продолжаю. Если непонятно, то сразу говорите, я вам помогу, хорошо? Так, еще что за функция выдаю? Clear, я вам самое важное показываю, а остальные Владимир не нужен. Так, lists, functions. Clear, copy, count, extend. Сейчас, секунду. Самое важное показываю. Реально используется. Поппер до конца, так, remove, repairs, sort. А, sort тоже, очень важно. Так, подуточка sort, это у нас, он просто сортирует, просто. От меньшего до большого. Минус 3, 4, 5, 32, 54. Видите? Минус 3, 5, минус 3, 3, 3. Минус 3, 4, 5, 32, 54. Так, еще у нас есть count. Например, я ему говорю, сколько, например, ну, пусть пятерки, сколько пятерок в данном листе, и потом он должен мне вывести. Так, давайте вот переменную лучшую среду, а равную. А, так, например, сколько пятерок в этом листе. Он мне показывает двор, два. В первом и во втором. Понятно? Теперь, еще, remove, это просто убрать, insert, count, copy, clear, bend. Ну, самое главное, вот это самое главное. Так, лучшим заданием. Так, задание, какое может быть? Так, write c program, write a Python program with a sequence. Write a Python program, read a sequence integer number determined by the interaction of a zero. Can be a sum of all positive and separately all the negative numbers among the ones which have been introduced. Display the two values obtained in this way. Так, смотрите, первое задание, он у нас спрашивает, сколько цифр мы хотим ввести, потом он столько-то раз у нас спрашивает, потом я должен отделить сумму всех положительных чисел и сумму всех отрицательных чисел, негативных чисел. Так, как это сделать? Так, Азиз, ты знаешь, как он у меня спрашивает, например, какое-то число, и столько же раз он должен повторить. Он должен спросить у меня, например, если я напишу пять, он должен пять раз у меня спросить. Так, я делаю займ. А, во все? А, во все? Нет, нет. Если знаете, то хорошо. Так, 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 так. Мы с вами быстро сделаем. А вот вы знаете, как это делать? Вот эта программа. Да, я все лаборатором делаю. Первый, второй, третий, а четвертый, пятый не сдавали? Или только до трех, до третьего? Так, хорошо. Всего 12 лаборов. Я тоже раньше это все сделал. Так, тогда мы сделаем вот это, кстати, номер третий. Так, вратиси-профитом-программ. Так, сперва он должен у меня спросить какое-то число. Integer number спросить должен. Сюда integer input. Потом сюда integer input. Например, n. Он у меня спросит. Теперь, так, он у меня спросил. Теперь я должен, что я должен сделать? Так, я должен теперь, for i in range, where n. Вот. Input r равно integer. Я нажимаю n, например, 5. Он у меня ровно пять раз спрашивает. Раз, два, три, четыре, пять. Вы видите, он у меня ровно пять раз спросил. Так, здесь, если непонятно будет, то сразу говори. Вы тоже говорили. Так, он у меня спросил пять раз цифры. Но эти цифры идут в пустую. Все эти цифры идут в пустую. Так, что мы должны сделать сразу? Так. Блин. Раз, два, три, четыре, четыре. Terminated by the introduction of a zero. There's no more of the ones which have been introduced. А, я понял. Terminated by the introduction of a zero, это значит, когда мы нажмем ноль, то программа должна строиться. Но это, но я умею только с while. Но while, наверное, пройдем на следующий урок. Так, с форум тоже можно делать, только чуть-чуть там трудно будет. Так, давайте лучше с while, не с форум. Так, мы это сделали. Теперь compute the sum of all the positive and negative number among the which have been introduced. Так, значит, мы спросили, теперь я должен сразу их распределить. Например, я должен сперва открыть два листа. Такая k и пусть будет d. Открыл два пустых листа. Они вообще пустые. Теперь, если if a, если a больше нуля, если a больше нуля, то print, нет, не print, а k точка a, не k, а лучше, что positive, негатив. А точка нам что дает? А? Где? Вот здесь? Здесь? Это просто такая функция. Positive. Это так нужно просто. Точка append и a. И l if i... Нет, а, это у нас negative, точка append, a. Так, понятно ли, нет? Print positive и print negative. Так, он у меня спрашивает цифры. Вы говорите, Зарина, любую цифры, говорите? Например, он сколько он был, ходите, чтобы я нажал? Вместо N? Четыре. Четыре? Так мало, давайте сделаем лучше, побольше, чтобы интереснее. Давайте десять. И говорит, любые цифры. Отрицательные, положенные все равно. Минус два. Минус два. Хорошо, еще. Пять. Пять. Девять. Девять. Семь. Семь. Три. Минус семь. Минус один. Пусть плюс... Ноль. Если ноль, он просто пропустит. Ноль, хорошо, ноль. Еще. И один. И один. Итак, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Последнее какое число? Минус десять. Минус десять. Хорошо, видите? Так, мы распределили все здесь положительные числа и все у нас отрицательные числа. Видите? Просто распределили на два листа. Вот первый, это вот этот позитив, здесь это negative. Так, Азиз непонятно, спрашивай, хорошо. Так, мы это сделали. Так, давайте задание. Первое задание мы сделали. Второе задание мы... Все понятно, спасибо. Так, второе задание. Computer sum of all the positive, separately negative numbers among the ones which has been introduced. Display the two worlds of pain in this way. Так, все, мы распределили. Теперь я должен найти сумму каждого листа. Для этого мы должны сделать так. Я просто подкажу, допустим, sum of... sum of 1 равняется 0 и sum of 2 равно тоже 0. Так, давайте сразу считать вот здесь. Если он прошел вот этот этап, это значит, все здесь положительные числа. Правильно? Sum of 1 равняется sum of 1 плюс... ну, не плюс... а вот здесь sum 2, sum 2, sum 2 плюс... так, здесь у нас поменьшим sum 1 и sum 2. Здесь комментарий, positive. А здесь negative. Все. Понятно код или непонятно? Например, 5. 1, минус 5, 3, минус 6 и 3. 2, плюс 6 и 1, минус 11. Так, давайте посчитаем. 1 плюс 3, 4, 4 плюс 2, 6. Правильно. Минус 5, минус 6, минус 11. Правильно. Так, если не понять, то говорите, не спрашивайте. А почему там sum 1 и плюс а? Ну, вот у нас а. Вот он у нас же спрашивает цифру. Вот эти цифры спрашивают же. Короче, смотрите, как это работает. N-line to 5. У нас в данном случае 5. Positive и negative у нас это пустые листы. Пустые листы. Там ничего нету. Мы потом добавим. Sum 1 это 0. Sum 2 это 0. Мы же counter делали, помните? До этого. Counter. Я просто BATу писал. Слева направо, справа налево читать. Это типа так. Он заходит в for. For не отпустит, пока не сделает свое. А у нас for a in red это типа от 0 до n. Он столько раз спрашивает. Столько раз. 0, а если 5, то 0, 1, 2, 3, 4. Это в общем 5 получается. Так. А это у нас столько раз у нас спрашивает. Потом он проверяет, если а больше 0, это значит положительный, то он здесь даже листы не нужен был. Здесь листы не нужен был. А я подумал, нужно лист. если мы даже листы берем, то ничего не будет. Мы не используем этот наш лист. Можно вот это убрать, и вот это убрать. И вот эти две можно убрать. Здесь не нужно было. Так, но ничего страшного, даже научились. Так. Он positive numbers засовывает сюда. Если negative number, он засовывает negative есть. Потом сразу же, если положительное число, то он сразу же добавляет сумму 1 у нас равенную, а у нас какое-то число. Если положительное, то сразу суммирует. Если отрицательное, то тоже суммирует. Потом он опять возвращается сюда. Теперь i у нас равенную, а у нас равенную, и так далее 5 раз. И когда он сделает славить дело, потом сюда вверху. Понятно? Если нет, то спрашивайте. Так, здесь вот ход, чтобы простить, я могу здесь просто вот эту штучку убрать. Мы здесь просто не используем, но в будущем будем. Вот и что же мы будем. Так. N5. Все, работает. Так, работает. Так. А здесь ты умеешь? делать код с файлом. Когда 0, мы нажимаем 0, то он должен остаться. Да, брейки. Брейки. Так. Ну, можно брейк, но иногда брейк вообще не работает. Но я покажу, давайте вам покажу, с вайлом. С вайлом. Так. Вайл. If I could be Now. Вайл. 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 Так, значит, знаешь, так хорошо, лучше объясню. Другое. Так, вот это с HR, это, а здесь знает, Зарина не знает, пока что. Так, это, что это это у нас ног, или not. S&M тоже. Так, давайте лучше вот это сделать. X-TIS номер 7. X-TIS номер 7. Быстро сделала, смотрите, я сразу к экзамплу смотрю, потом, наверное, закончим. Я потом, наверное, дам задание с 4-го лэба для Азиза. Так, например, он у меня спрашивает цифру какую-то, например, 9. Теперь, так, 9 он у меня спрашивает цифры, потом я должен найти самый большой и самый предпоследний, короче. Для этого мы должны сделать так. быстро показывать, если непонятно, то сразу спрашивайте. n равняет столько-то раз. Теперь я должен for i in range от 0 до n спросить. Теперь здесь я должен открыть какой-то лист. A.append. Он должен у меня спрашиваться. Здесь можно его. Здесь key.append.a Вот у меня он спрашивает. Так, примерно 5. Он спросил 5 раз. Теперь я должен мы вот этот этап сделали. Теперь я должен найти максимум и предпоследний максимум. Для этого что я должен найти? Если идеи есть, то говорите. А здесь идеи есть? Зарина идеи есть? Я вам показывал, нужно использовать две функции, если можно. Но у меня пока что есть идеи какие-то? Азиз как-то делал? А он пишет через сорт, а правильно? Хорошо, а как мне найти? Как мне print последний типа как это сделать? Присволь наибольшее одно так 10 минут осталось осталось потом удалил все присволь наибольшее одно переменное хорошо потом удалил ее из списка и потом 5 максимум но я понял типа так для этого я буду использовать k.sort он меня сортирует теперь давайте я лучше покажу print k 4 цифры минус 1 5 минус 3 и 2 видите он сортирует минус 3 минус 1 2 5 значит самый большой у меня всегда находится в конце а предпоследие это двойка видите мы должны вот эти цифры взять как это сделать давайте лучше мы можем просто k.reverse это нужно просто поворачивать видите так 4 еще раз 1 минус 2 4 1 2 видите он меня повернул развернул и мы должны просто сделать print print а для этого мы должны просто print k.0 это у нас нулевая положение положение 0 здесь положение 1 положение 2 положение 3 так все n у нас ну говорите Зарина любой любые цифры говорите 10 10 хорошо хорошо теперь любые 6 3 еще минус 3 5 11 минус 43 минус 6 8 9 32 видите 32 и 11 32 и 11 все мы это сделали на следующий рух просто сами продолжим но до этого мы должны я должен ожидать задание он же все оказалось сделал так где-то у нас было вот 12 слава лэб4 так азиз у меня для тебя два задания первое первое здание это помнишь у нас в детстве были делены четвертки 12 стовый сзади там сзади там есть была таблица 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 умножения в столб помнишь вот такой ты сможешь мне сделать вот такой вот такой сможешь это первое задание заменит вам тоже я просто не помню я покажу но все равно покажу так вам тоже подумайте над этим так второе задание давайте посмотрим что здесь есть ну давайте этот эксайз номер два эксайз номер два можете скриншот сделать все равно так write down a set of python program или допустим интернат так он у меня должен спросить какое-то положение число целое число потом он должен испортить герметика фигурусь но то есть ли он я нажму n4 то первый этап он должен не вывести вот такой можно столбик не первого так второй вот так 3 вот так и тогда только сделать мне вот это так если код непонятен то спрашивайте сможете поделитесь видео я скидываю я скидываю бигзор он должен видео поставить а здесь ты сможешь это сделать вот это сможет сделать лайк да хорошо давайте попробуйте вот это сделать азарина вам таблица умножения азиз тебе таблица умножения и вот это попробуй если есть вопросы то спрашивай в телеграме в группе в личке все равно можно ли подождать так да отправлю так все на этом вроде все если есть вопросы то спрашивайте мне серьезный вопрос есть спрашивайте что 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 вы Субтитры сделал DimaTorzok